Розы разные бывают. Одной осенними вечерами зябка уже, а другая зиму морозную перезимует без укрытия и хоть бы что. Но в одном все они похожи. Каждый, независимо от характера и выносливости, требуется человеческое внимание. Уже в ноябре я начинаю готовить розы к зимовке. Еще до укрытия землю вокруг кустов рыхлю. После сухого лета растения следует хорошо полить до наступления мороза. Об этом я никогда не забываю и хочу, чтобы в следующем году они снова порадовали всю нашу семью. Если на дворе осенью еще тепло, то не спешите укрывать розовые кусты, так как они могут перегреться, что приведет к загниванию. Кратковременное снижение температуры до 2-3 градусов не повредит растениями. А вот если синоптики обещают морозы до минус десяти, я спешу быстренько укрыть цветы. Ни в коем случае не берите замерзший материал. Я присыпаю розы рыхлой пахотной землей, которая стоит у меня в сарае в ведрах, ее готовлю заранее. Если розы небольшие, присыпаю той же землей, что на клумбе. Образовавшиеся борозды я засыпаю навозом, это строго обязательно. Навоз защитит почву от глубокого промерзания, а весной станет удобрением для моих роз. Но учтите, навоз не должен соприкасаться непосредственно с розами. Основание роз я просыпаю землей на высоту около 30 сантиметров. Земля должна заполнить все пространство между побегами. Есть у меня и штамбовые розы, я их очищаю от листвы, укореняю не выросшие концы побегов и стягиваю крону шпагатом. Самая ответственная операция – укладка кроны розы. У меня легкая почва, она хорошо пропускает воду и для укладки каждой кроны я выкапываю отдельное углубление. Если у вас тяжелый грунт, то крону нужно оставить на поверхности. Ее нужно осторожно уложить, затем засыпать землей. Слой земли должен быть толщиной 20 сантиметров. Розы можно также присыпать хвоей. Старый куст штамбовых роз у меня остается в стоячем положении. В качестве оберточного материала я никогда не использую полиэтиленовую пленку. Я подготавливаю эту старую розу к зиме так. В почву втыкаю 4 палки, которые образуют конус над растением. Крону связываю, оборачиваю слоем сена, можно взять солому, еще раз связываю. На конус натягиваю чехол из мешковины. Под таким укрытием моя роза даже в сильные холода благополучно зимует. Садовые розы на зиму я укрываю путем высокого окучивания. В отличие от прочих видов, вьющиеся розы устойчивы к низким зимним температурам. У меня есть две розы, которые вообще не боятся морозов. И уже в начале апреля или в конце марта, в зависимости от погоды, желательно в пасмурный день, когда возможность ночных заморозков невелика, я снимаю укрытие. Также хочу рассказать о таких нюансах. Розы повреждаются не только морозами. В холодное время, но еще до наступления зимы, высока вероятность заражения грибковыми заболеваниями. Ветки нередко ломаются как в процессе укрытия, так и зимой под тяжестью снега. Здоровая крепкая роза перезимует в средней полосе вообще без укрытия, если минусовая температура не будет высокой. Самые опасные морозы – первые, когда еще нет снега. В таких условиях может померзнуть корневая система куста. Плохо перезимовавшая роза не успевает за лето нарастить достаточный объем листовой массы. Поэтому следующую зиму она, скорее всего, не перенесет. Стало быть, летом нужно всеми силами укреплять надземную часть растения, возможно, даже в ущерб цветению. Не надо забывать, что растение само готовится к холодам и даже закаляется. Главное помочь ему в этом, а не помешать. Чаще всего к плачевным последствиям приводит излишняя забота, обрезка, чтобы пышнее цвели и преждевременное укрытие. Осенью всегда бывают теплые дни, роза просыпается, после чего ее губит самый легкий заморозок. Поэтому спешить с укрытием не стоит. Небольшой мороз роза перенесет и без нашей помощи. Не менее морозов опасны первое весеннее тепло. Розы еще укрыты, а температура на солнце уже плюсовая. Верная гарантия того, что растение будет поражено грибковым заболеванием под названием инфекционный ожог. Красно-коричневые пятна быстро разбегутся по ветвям. Поэтому снимать укрытие нужно, не дожидаясь, пока растает снег. Пару слов хотелось бы сказать об укрытии штамповых роз. Трудность состоит в том, что осенью их стволы теряют упругость, к земле их не пригнешь. Как же быть? Утеплить ветки после обрезки укрывным материалом. На куст надеть мешок из плотной ткани и обвязать внизу веревкой. Особенно тщательно утеплить места прививок. Как можно выше окучить куст землей? Друзья, я признательна вам, что досмотрели этот ролик. Ваш лайк и подписка – лучшая награда для меня. Пусть ваши розочки будут красивы, а вы берегите себя в такое непростое время.